Добро пожаловать в программу «Накопи на колледж» «Save for College Program». Сегодня в этом видео мы пошагово покажем вам, как открыть счет NY529 Direct Plan. В рамках программы «Накопи на колледж» родители должны выполнить три основных шага. Мы называем их составные элементы. Составной элемент номер один – «Активация и просмотр стипендиального счета NYC». NYC scholarship account вашего ребенка. После выполнения этого шага у вас есть возможность выполнить составной элемент номер два – открытие вашего собственного сберегательного счета для оплаты обучения в колледже, который можно привязать к стипендиальному счету. И, наконец, составной элемент номер три – внесение первого депозита в сумме 5 долларов на привязанный сберегательный счет для оплаты обучения в колледже. В этом видео мы расскажем о том, как открыть один из вариантов сберегательных счетов для оплаты обучения в колледже, доступных в рамках программы «Накопи на колледж», а именно – счет NYC 529 Direct Plan. Счет 529 – это специальный счет, предназначенный для того, чтобы помочь семьям накопить средства на обучение в колледже и профессиональную подготовку. Средства на счете 529 могут со временем увеличиваться, а также на них распространяются налоговые льготы, такие как освобождение от уплаты налогов и возможные вычеты из подоходного налога на уровне штата. Однако увеличение средств на счете 529 не гарантировано. Более того, накопления могут обесцениваться. Прочитайте информационные материалы о счете 529, чтобы узнать подробнее об особенностях и рисках потенциального вложения средств. Открыв этот счет, вы выполните составной элемент номер 2. Подробную информацию о плане NY 529 Direct Plan можно также найти в информационном буклете и договоре о накоплениях для оплаты обучения в рамках плана NY 529 Direct Plan. Далее – именуемом информационный буклет. Вы можете загрузить этот документ с веб-сайта nysafes.org. В данном документе представлена информация о целях инвестирования, рисках, сборах, расходах и прочая информация. Перед тем, как инвестировать средства, вам следует прочитать и тщательно обдумать данный документ. Если вы откроете счет в рамках плана NY 529 Direct Plan, вас попросят подтвердить, что перед открытием счета вы получили информационный буклет и согласны с изложенными в нем условиями. Существует множество способов откладывать средства, помимо открытия счетов при помощи организации NYC Kids Rise. Семьи также могут воспользоваться следующими возможностями. Планы 529, предлагаемые в других штатах. Сберегательные счета для оплаты образования, также известные как счета ESA или счета Coverdell. Сберегательные счета, предлагаемые банками или другие виды инвестиционных счетов. Важное примечание. Особенности и преимущества программы Накопи на колледж доступны только для счетов, предлагаемых в рамках программы Накопи на колледж. Особенности и преимущества включают следующее. Получение вознаграждения за привязывание счета. Получение вознаграждения за внесение на счет депозита в размере не менее 5 долларов. Зарабатывание за счет параллельного депонирования на сберегательный счет. Привязывание сберегательного счета к стипендиальному счету NYC вашего ребенка. Привязывание. Организация NYC Kids Rise не связана с программой NYC 529 College Savings Program и не консультирует по вопросам инвестирования. Организация NYC Kids Rise не дает рекомендаций относительно целесообразности плана NYC 529 Direct Plan для вас и вашей семьи. Организация NYC Kids Rise рекомендует вам регистрироваться только в том случае, если вы приняли решение, что план NYC 529 Direct Plan вам подходит. Если вы решили открыть и привязать новый счет в рамках плана NYC 529 Direct Plan или хотите привязать уже существующий счет, выполните действия, указанные в этом видеоролике. Прежде чем мы начнем, вам потребуются следующие данные. Ваше имя пользователя и пароль на портале Savings Tracker счетчик сбережений NYC Kids Rise. Ваш номер социального страхования SSN или индивидуальный номер налогоплательщика ITIN. Номер SSN или ITIN вашего ребенка. Ваш домашний адрес и домашний адрес вашего ребенка. Ваша дата рождения и дата рождения вашего ребенка. Рекомендация. Укажите имя и фамилию и дату рождения лица, во владение которого счет перейдет в случае вашей смерти. Чтобы начать, зайдите на веб-сайт nyckidsrise.org. Затем вам нужно нажать на желтую кнопку «Снова войти в систему». Для этого прокрутите страницу вниз и нажмите на кнопку с надписью «Снова войти в систему». После этого появится всплывающее окно с надписью «Продолжить». После того, как вы нажмете «Продолжить», вы попадете на страницу входа на портал Savings Tracker. Введите ваш адрес электронной почты и пароль для входа на портал Savings Tracker и нажмите «Войти». На портале Savings Tracker над схемой с именем вашего ребенка вы увидите кнопку с надписью «Создать-привязать». Нажмите на эту кнопку, чтобы перейти на веб-сайт плана NY529 Direct Plan и заполнить форму заявления. Вы увидите всплывающее окно, на котором будет написано, что после нажатия на кнопку «Ок» вы выйдете с портала Savings Tracker и перейдете на веб-сайт nysaves.org, где вы либо войдете в уже существующий счет 529, чтобы привязать его к стипендиальному счету NYC вашего ребенка, либо вы откроете новый счет NY529 Direct Plan и привяжете его к стипендиальному счету NYC вашего ребенка. Нажмите «Ок», чтобы продолжить. Как вы сможете заметить, после перехода на веб-сайт nysaves.org вся информация будет представлена на английском языке. Если вы нажмете на желтый глобус и кнопку «Espaniel» в правом верхнем углу, вы сможете перевести веб-сайт на испанский язык и скачать бумажный вариант заявления на испанском языке. Онлайн-заявление доступно только на английском языке. Под кнопкой «Континью» «Продолжить» вы увидите надпись синего цвета «Enroll Now» зарегистрироваться сейчас. Нажмите на эту надпись, чтобы начать заполнение заявления. Вас попросят указать ваше имя и вашу фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, а также создать пароль для данного веб-сайта, который нужно будет ввести дважды. Затем, чтобы продолжить, нажмите розовую кнопку «Get Started» — «Начать». После этого вас спросят, откуда вы узнали про этот план. Выберите наиболее подходящий вариант из раскрывающегося меню. Нажмите на розовую кнопку «Continue Enrollment» — «Продолжить регистрацию», чтобы продолжить. Затем вас попросят указать ваш адрес, включая улицу, номер дома, корпус, город, штат и почтовый индекс. По умолчанию будет стоять галочка, подтверждающая, что это ваш почтовый адрес. Если этот адрес не является вашим почтовым адресом, снимите галочку и введите ваш почтовый адрес. Заполните эти данные и нажмите на розовую кнопку «Continue» — «Продолжить», чтобы продолжить. Вас попросят указать ваш номер социального страхования или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, а также дату рождения и гражданства. Обратите внимание, что в графе «Гражданство» есть следующие варианты. «US Citizen» — «Гражданин США» или «Resident Alien» — «Иностранец, постоянно проживающий на законных основаниях». Определение термина «Иностранец, постоянно проживающий на законных основаниях», используемое в рамках плана 529 Direct Plan, соответствует определению IRS — Налогового управления США. Налоговое управление США считает вас иностранцем, постоянно проживающим в США на законных основаниях, в целях налогообложения, если вы соответствуете либо критериям получения грин-карты, либо критериям долгосрочного пребывания в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Налогового управления США. Персональные данные, которые вы указываете, когда открываете счет NY529 Direct Plan, будут храниться в документации плана NY529 Direct Plan. План NY529 Direct Plan отправляет некоторые данные о владельцах счетов в Налоговое управление США United States Internal Revenue Service — IRS и Департамент налогового учета и финансов штата Нью-Йорк New York State Department of Tax and Finance в целях налогообложения. Затем вас попросят указать информацию о вашем ребенке. Вы увидите, что в верхней части экрана ваш ребенок или учащийся упоминается как бенефициар. Вы должны будете указать следующую информацию имя, фамилия, штат проживания, номер социального страхования или айтен и гражданство. После того, как вы введете эту информацию, нажмите Continue — Продолжить. Затем вас спросят, хотите ли вы добавить преемника для данного счета. Преемник берет на себя управление счетом в интересах бенефициара, вашего ребенка, в случае смерти владельца счета, вашей смерти. Вы можете пропустить этот раздел или ввести информацию о преемнике, включая имя, фамилию, номер телефона и дату рождения, а затем нажать Continue — Продолжить. Вам нужно будет выбрать инвестиционную стратегию для вашего счета. Вам будут доступны варианты Age-based в зависимости от возраста или Individual portfolio — Индивидуальное портфолио. Если вы предпочитаете индивидуальное сочетание инвестиций для вложения ваших депозитов, вы можете выбрать индивидуальное портфолио. Если вы предпочитаете сочетание акций и облигаций, которые будут выбраны на основе вашей готовности к риску, вы можете выбрать вариант в зависимости от возраста. Вы можете менять выбор инвестиционной стратегии до двух раз в течение календарного года. Далее в этом видео мы рассмотрим вариант в зависимости от возраста. Примечание. Организация NYC Kids Rise не консультирует по вопросам инвестирования и не дает рекомендаций, какую стратегию выбрать, в зависимости от возраста или индивидуальное портфолио. Вы должны принять решение, которое является наиболее оптимальным для вашей семьи. Для вариантов зависимости от возраста вы должны выбрать один из трех уровней риска. Conservative – консервативный, Moderate – умеренный или Aggressive – агрессивный. Выбор полностью зависит от вас. Организация NYC Kids Rise не дает советов, какой вариант выбрать. Нажмите на каждый уровень риска для получения дополнительной информации. Чтобы узнать, к какому типу инвесторов вы относитесь, нажмите на надпись Learn More – узнать больше, под кнопкой Conservative – консервативный. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт nysaves.org и нажмите на надпись Which investments should I choose? Какой способ инвестирования мне следует выбрать? Нажимая на каждую из кнопок для уровней риска, вы увидите сочетание акций и облигаций, используемое для данного уровня риска. А также по мере приближения к возрасту поступления в колледж, уровень будет становиться более консервативным для сохранения основной суммы. После того, как вы выберете уровень риска, нажмите Continue – продолжить. Сейчас вам нужно будет выбрать способ пополнения вашего счета. Вам доступно несколько вариантов. Вы можете привязать ваш банковский счет, чтобы делать разовые или регулярные взносы. Оплата чеком или денежным переводом. Прямое зачисление средств вашим работодателям. После выбора способа пополнения вашего счета вы можете добавить другого бенефициара. По желанию вы можете добавить других детей. Хотя дети более старшего возраста могут не соответствовать критериям участия в программе Накопи на колледж, вы все равно можете указать их в этом счете. Нажмите Yes – да, если вы хотите добавить еще одного бенефициара. Или No – нет, если вы хотите закончить. Для обеспечения более высокой безопасности вас попросят выбрать имя пользователя для счета. Вы будете использовать это имя пользователя вместе с паролем каждый раз при входе на страницу счета. Затем вас попросят выбрать секретные вопросы и ответить на них. Вам могут задать эти вопросы, чтобы подтвердить вашу личность при следующем входе на страницу счета. Затем вас попросят выбрать контрольное изображение, которое будет связано с вашим счетом, а также контрольную фразу. Это дополнительные меры защиты вашего счета. Далее вас спросят, хотите ли вы активировать сервис YouGift. YouGift позволяет друзьям и членам семьи помогать откладывать средства для вашего ребенка на обучение в колледже и профессиональную подготовку в будущем, отправляя деньги на счет с помощью специального кода, который связан только со счетом вашего ребенка. Это надежный и безопасный способ, так как друзья и члены семьи могут делать взносы, не имея доступа к данным счета. Мы рекомендуем вам поставить галочку и активировать ваш код YouGift. Это не будет означать, что ваши друзья и члены семьи обязаны помогать вам откладывать средства. Это делает доступной такую возможность. Затем вас спросят, хотите ли вы получать сообщение. Вы можете выбрать обычную или электронную почту. Вам следует внимательно прочитать условия отправки. И если вы согласны, нажмите кнопку I agree, я даю согласие, ниже. Когда вы закончите заполнение данной страницы, нажмите continue, продолжить. Затем вас попросят проверить всю введенную вами информацию, чтобы убедиться, что она верна. Вы можете исправить информацию в любом разделе, нажав на белую кнопку Edit – Редактировать, расположенную справа. Далее вы должны будете ознакомиться с условиями и положениями и поставить галочку в поле рядом со словами I acknowledge. Я даю согласие, чтобы подтвердить, что вы прочитали условия. После чего нажмите розовую кнопку Sign – Подписать для завершения подачи заявления и открытия вашего счета. Так как мы выбрали способ пополнения счета с помощью оплаты чеком, вы увидите страницу с распечатываемым купоном, который вы можете приложить к чеку, отправляемому почтой для пополнения счета. Нажмите на розовую кнопку Continue – Продолжить, чтобы закончить. В завершение вы перейдете на страницу с информацией, которую вам следует внимательно прочитать. Нажав на голубую кнопку I Authorize, я даю разрешение внизу страницы, вы привязываете ваш счет NY529 Direct Plan к стипендиальному счету NYC вашего ребенка. Это означает, что организация NYC Kids Rise сможет видеть следующие данные. Имя и фамилия бенефициара, остаток средств на счете, а также историю операций на счете. Это также позволяет вам просматривать остаток средств на счете 529 с портала Savings Tracker. Организация NYC Kids Rise не будет иметь возможности переводить или снимать средства с вашего счета. После того, как вы нажмете I Authorize, я даю разрешение, вы вернетесь на портал Savings Tracker и увидите всплывающее окно с именем вашего ребенка. Нажмите ОК, чтобы привязать стипендиальный счет NYC вашего ребенка к счету 529, который вы только что открыли. На этом все. Вы открыли счет NY529 Direct Plan и привязали его к стипендиальному счету NYC вашего ребенка. Вы выполнили составной элемент номер 2. Вы увидите розовую вкладку для счета 529 и новую кнопку с текстом «Управлять счетом 529», которая позволит вам получать доступ к вашему счету 529 напрямую с портала Savings Tracker, когда вам это будет удобно. Как только вы будете готовы выйти с портала Savings Tracker, просто прокрутите страницу обратно вверх и нажмите на кнопку «Выйти» в правом верхнем углу. Благодарим вас за просмотр этого видеоролика. Надеемся, что он был полезным. Продолжение следует...